Всем привет! С вами Мария и вы на канале Алмазная вышивка и не только. Сегодня я снимаю для вас рубрику «Понедельник, день тяжелый». Хотя на самом деле для меня тяжелой была скорее прошлая неделя, но об этом чуть попозже. В самом начале я хочу ответить на большое количество комментариев и сообщений, которые мне написали после одного из моих видео, где я показывала вам два портрета по одной и той же фотографии, но от разных продавцов – Хуасана и AZQSD. А комментарии были о том, что я неправильно произношу имя продавца. Я говорю Хуасан, а якобы правильно Хуакан. Но мы можем просто пойти в Google Translate, выбрать в качестве языка китайский и прослушать его произношение. Там явно слышна S в середине слова. Если бы продавец был, например, американский, то мы бы произносили его название как Хуакан или Хуакэн. А поскольку продавец китайский, то Хуасан. Сразу скажу, что для меня этот вопрос совершенно не принципиален. Когда мне в переписке пишут Хуакан, я на это не обращаю внимания и человека не поправляю, потому что я не считаю это важным. Ведь я и так понимаю, о каком продавце идет речь, независимо от того, какая там буква в середине слова. Перевод названий и для профессиональных переводчиков – очень сложная задача. Что уж говорить о нас с вами, о любителях. Я все равно буду продолжать говорить Хуасан, потому что и привыкла к этому названию, и считаю этот вариант более правильным. Но если вам удобно говорить Хуакан, я не вижу в этом ничего плохого. А на все комментарии о том, что я неправильно произношу это название, я просто буду давать ссылку на это видео. Тем более, что упоминаний Хуасана в моих видео просто не избежать. Поскольку это один из основных производителей алмазной вышивки на Алиэкспресс. И слишком уж много недовольства в последнее время он вызывает у своих покупателей. Но это было небольшое лирическое вступление, а я перехожу к главной теме сегодняшнего видео. И это мои процессы. Многие мои зрители, судя по комментариям, не успевают следить за всеми моими работами. Признаюсь, я и сама не успеваю. Их стало слишком много. Поэтому было бы не лишним напомнить себе о том, что же я делаю. Итак, первый процесс, который на данный момент является для меня приоритетным, это одуванчики. Схему для этой работы разработала дизайнер Любовь Ющук. И создана она по картине Татьяны Брагиной «Магия одуванчиков». Ссылку на галерею Татьяны Брагиной на ярмарке мастеров я оставлю в описании. Можете пройти и вдохновиться ее прекраснейшими картинами. Схема была сделана по моему индивидуальному заказу. И больше найти ее вы, к сожалению, нигде не сможете. Многие у меня спрашивают, можно ли приобрести у меня такой же набор. Но, признаться, я пока не связывалась на этот счет с Татьяной Брагиной, поскольку она дала мне разрешение только на использование ее картины в личных целях. Но о коммерческом использовании мы даже не говорили. Соответственно, и стоимость этого набора я пока не могу оценить. Но я вам обещаю, что я этим займусь через 2-3 недели. Сейчас у меня, к сожалению, огромные проблемы со временем. Наверняка вы это заметили по редко выходящим видео. Дело в том, что и мой канал, и даже мой магазин на ярмарке мастеров — это только хобби. Основная же работа сейчас занимает все время подчистую. И я очень надеюсь, что к концу мая вся эта предлетняя предотпускная паника, она пауляжется, и я смогу войти в нормальный режим. Возобновить долгожданные отчеты по совместным проектам, реализовать ту невероятную гору идей, которые у меня накопились. В общем, очень жду конца мая. Ну, а я отвлеклась от одуванчиков. Как вы видите сейчас на своих экранах, этот процесс уже в стадии завершения. И я почти уверена, что на этой неделе я смогу показать вам его финиш. Более того, это будет не единственный финиш на этой неделе. Какой будет второй, я вам пока не скажу, но ждать осталось совсем чуть-чуть. А пока продолжаю перечисление. Вторая моя работа — это «Лунный замок» от РС-студии. С этой работой я хотела вступить в нашу гигантоманию, поскольку эта работа размером 50 на 60 см. Но я вовремя поняла, что это не имеет смысла, потому что сейчас выложен, наверное, только 1% этой работы. И за ближайшую неделю я каких-либо серьезных успехов в ней не добьюсь. Вообще, наша гигантомания должна завершиться 12 мая. Но мне уже двое участников написали, что просят продлить срок. Поэтому хочу обратиться к остальным участникам. Друзья, как вы смотрите на то, что мы действительно продлим нашу гигантоманию на месяц, то есть до 12 июня? По мне так почему бы и нет? В общем, пишите свое мнение в комментариях, давайте думать вместе. Ну, а мне осталось только сказать, что Лунный замок я выкладываю по бумажной схеме на пустом холсте. Эта методика выкладки называется счетной мозаикой. И если вы не знаете, что это такое, в описании я вам оставлю пару ссылочек о том, что же это такое и как это делается. Ну и раз мы заговорили о счетной мозаике, то я напомню вам о процессе, о котором я и сама забыла. Это маленькое шале по схеме с сайта Макстич. Макстич – это магазин, который специализируется на вышивке крестом, и они на своем сайте выкладывают собственные схемы, которые можно бесплатно скачать и использовать для счетной мозаики. Правда, с некоторыми доработками, о которых у меня есть отдельное видео, ссылочку на которое я, конечно, оставлю в описании. Также там будет ссылка на схемы Макстича. Процесс с маленьким шале я на самом деле начала только по двум причинам. Я хотела снять для вас пошаговую инструкцию по счетной мозаике, и для этого мне нужна была свободно распространяемая и при том небольшая схема. Плюс я хотела опробовать на какой-то работе технологию по разрезанию и сшиванию холстов, поскольку по этой же технологии я буду делать свой лунный замок. Если вы посмотрите видео с началом этого процесса, то вы увидите, что выкладываю я замок не на одном цельном холсте, а на четырех разных холстах, которые впоследствии будут объединены в один. Ссылку на это видео я тоже оставлю в описании, так что, если интересно, заходите посмотреть. Но я вернусь к маленькому шале. Получается, что его роль в моих задачах полностью выполнена, и, в принципе, продолжать его мне незачем. Но я решила все-таки его завершить, поскольку и сам сюжет мне нравится, и я не люблю незаконченных дел. К тому же картина совсем небольшая, там формат А4, и мне кажется, что рано или поздно я все-таки ее доделаю. Ну и перейду к следующей миниатюрке. Это уже четвертый процесс. Розы из фикс-прайса. Обзор на них я сняла еще 4 месяца назад. Ссылку оставлю в описании, можете посмотреть. И после этого очень долгое время работа лежала нетронутой. Хотя, как я уже говорила, у меня были на нее планы, и она должна начать еще одну новую рубрику на моем канале. Уже примерно тысячную по счету рубрику. Но я уверена, что она вам понравится, и если мне удастся, то вы увидите ее уже в конце этой недели. А я перехожу к пятому процессу. И это фарфоровая ваза со спецстразами. Я долго выбирала размер этой работы. Заказала ее сразу в трех размерах. 50 на 75, 60 на 90 и 67 на 100 сантиметров. Видео об этом есть на моем канале, и ссылочку я оставлю в описании. В итоге выбрала самый маленький размер, 50 на 75 сантиметров. И уже вышила всю нижнюю часть. Это цветок, рыбка и дно вазы. Получается очень интересно, хотя у меня есть претензии к дизайну этой картины. Местами, на мой взгляд, спецстразы лишние и придают работе такой оттенок безвкусицы. Хотя в остальном они хорошо вписываются и действительно улучшают картину. Вообще, это отличная иллюстрация того, что все хорошо в меру. Очень жаль, что не могу сейчас показать вам этот выложенный кусочек. Дело в том, что эта работа у меня натянута на станок и лежит дома. Но очень скоро я придумаю, как перенести ее в мастерскую, чтобы отснять для вас и обзор станка, и показать свои успехи по вазе. Планов, как видите, громадье. Ну и говоря о планах, не могу, конечно, не вспомнить своего деревенского кота от грани. Это мой шестой процесс. Очень люблю эту работу, хотя последние две недели к ней практически не прикасалась. Мне очень уж хотелось довести свои одуванчики до конца. Но после этого финиша код, несомненно, станет приоритетным. Есть у меня пара новых мыслей по поводу этого набора, но о них я, наверное, лучше расскажу, когда работа будет полностью завершена. Одно могу сказать уже с полной уверенностью. Это то, что стразы в этом наборе абсолютно идеальны по всем цветам палитры. Я это знаю, потому что уже распечатала все цвета из палитры. Все же остальное я расскажу вам немножко позже в видео о готовой работе. Не знаю, когда оно выйдет, но на данный момент выложена только половина работы. И я перехожу к седьмому процессу. Это хозяйка Медной горы. Здесь круглые стразы, неполная выкладка, правда, на 70%. Размер 75 на 61 см. И здесь также есть спецстразы, хоть их и немного. Но если вы еще не видели у меня этого процесса, я оставлю вам ссылку на обзор в описании, можете посмотреть. Этот набор я покупала у оптовика, поэтому у меня было сразу несколько одинаковых наборов с хозяйкой Медной горы. Правда, их очень быстро разобрали, и мне до сих пор пишут, нет ли у меня еще таких наборов. Поэтому я решила еще немножко докупить их, и они ко мне приедут, скорее всего, в конце мая. Также вы можете найти этот набор на Алиэкспресс. Запрос для поиска я оставлю в описании. Но советую очень внимательно смотреть описание товара, потому что на Алиэкспресс продается множество разных наборов по этому сюжету. И частичная выкладка, и полная, и со спецстразами, и без них, и с круглыми стразами, и с квадратными. В общем, внимательно смотрите описание. И, пожалуй, это все наборы, которые я сейчас выкладываю. Знаю, что 7 процессов это слишком много. Но, как я уже сказала, на этой неделе я надеюсь сократить их количество до 5. Правда, сразу начну еще один процесс, но это будет чуть попозже. И по традиции, в конце видео я хочу показать вам 3 случайные работы из нашего альбома готовых работ. Ссылку на него я тоже оставлю в описании. Он находится в нашей группе ВКонтакте, и любой желающий может загрузить туда свои готовые алмазные работы. Итак, сегодняшние 3 работы открывает картина «Кафе на берегу Сены» от Марина Шумейко. Следующая работа – это «Розы мерцающими стразами» от Веры Фроловой. И, наконец, очень знакомый мне парусник от Тиграна Мелкумяна. Как всегда, получилась очень красивая подборка, и это идеальное завершение для моего видео. Я жду ваших мнений по поводу продления гигантомании в комментариях, а также напишите мне, сколько у вас сейчас текущих процессов, или, может быть, вы сторонник одного процесса за раз. Мне будет очень интересно этого знать. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Впереди у нас много интересного. А я с вами прощаюсь, хоть и ненадолго. Всем пока!